Мы продолжаем цикл программ, посвященных деятельности некоммерческих объединений. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем о необычных добровольцах, тех, кто разъясняет и защищает права граждан. Центр правовой защиты граждан Югорский советник, молодое и успешное НКО. Наш Центр правовой поддержки Югорский советник работает уже целый год. Много это или мало для общественной организации судить, наверное, еще рано. Но мы, работники этого Центра, знаем, что уже помогли немало. Большую роль, конечно, играет так называемое сарафанное радио, потому что у Алексея Леонтьевича большой опыт работы, адвокатской практики, и, конечно, слава идет впереди человека. И в следующий момент нам помогает очень телевидение, в том числе и ваша телекомпания. Люди с доверием относятся и к печатным СМИ, и тем более к сюжетам, которые показаны по телевидению. И поэтому очень часто мы слышим, когда говорят, мы же вас по телевизору видели. Некоторые даже говорят, что мы поверили вам, когда вы говорили с экрана. Вопросы очень разнообразные. Конечно, мы работаем по гражданскому праву, и поэтому к нам приходят чаще всего по вопросам защиты прав потребителей. Очень много вопросов по семейному праву, когда люди находятся в состоянии бракоразводного процесса, или разводятся, другими словами, да, когда делят имущество. Было много посетителей, которые были, искали поддержки по защите, когда они стали участниками долевого строительства, и вот сейчас такой напряженный вопрос. Отрадно, что стали приходить и общественные организации, которые хотят внести изменения в устав, или изменить направление деятельности. Есть инициативные граждане, которые только регистрируют организации, и хочу здесь отметить, что мы уже вышли за рамки города Сургута и Сургутского района. У нас есть представители активных граждан из Коголыма, из Лангипаса, из Нижневартовска. Большинство клиентов центра – незнакомые люди. Как говорят сами юристы, иногда проще доверить проблемы тем, кого ты не знаешь. А кому помогать, специалистам, неважно, если права граждан были нарушены. Есть одно обращение, которое вот уже практически целый год мы его, так скажем, слово отрабатывает не подходит, потому что мы уже живем проблемами этой семьи. К сожалению, гордость нас не берет, потому что не решен вопрос. Я говорю о семье Ермаковых, у которых уже снято достаточно много сюжетов, и как-то у общественности на слуху, и знают все, наверное, государственные органы об этой проблеме. Это квартира, которая была куплена в ипотеку, потом по решению суда признана сделка была несостоятельной. И в настоящий момент семья с двумя детьми остается на улице, а продавец, который недобросовестно, не по закону, нарушает нарушение всех норм этических, моральных, в данный момент пока, ну, то есть выигрывает и суды, и как-то пока вроде условно-правда на его стороне. Мы абсолютно уверены, что все-таки здравый смысл, он есть, и правосудие, в конце концов, будет на стороне семьи, которая в настоящий момент находится в таком подвешенном состоянии, а завтра, наверное, будут на улице. Оценивать уровень грамотности можно только тех людей, которые к нам приходят, да, и предполагать, что же там в головах у тех, которые к нам не дошли. Абсолютно очевидно, что люди приходят очень самоуверенные до того момента, пока не оказываются в ситуации, ну, когда уже безвыходное положение наступает. Многие считают, что есть сейчас сеть интернет, и там можно найти все. Ссылаются на мнения разных экспертов и думают, этого достаточно. Но когда рассказывают исключительно свою ситуацию, то понимают, что выход здесь в руках специалиста. И потом звучат такие слова, ну, я же не юрист. Чаще всего говорим про то, что почему накануне, почему заранее не пришли, не обсудили эту ситуацию со специалистом. Вот, ну, видимо, ментальность у нас такова, что мы сначала, и к стоматологу ведь не идем, мы же сначала салом зуб лечим, да, потом чеснок прикладываем. Вот так и к юристу. Сначала все способы разговора на кухне, потом вроде как в отдел кадров нам сказали, она же грамотная, да, или сосед у нас где-то там рядом с юридической компанией работает. Когда приходят к нам, то уже, так знаете, как это называется, упущенные возможности. Когда перечисляешь, что можно было сделать до того, есть, конечно, и сожаления, и говорят, что, ну, теперь я понимаю, но мы знаем, что, наверное, еще раз на грабли наступят. Не раз. Вот, поэтому правовая грамотность, это вообще задача, мне кажется, государственной политики. Иногда ведь даже не нужно документов никаких готовить, человеку нужно объяснить правильно его, ну, то есть алгоритм действий по решению данного вопроса. Иногда они уходят в такие дебри, не понимая вообще, зачем туда идут, просто им подсказали, усложняя весь путь решения, а иногда делая вообще его невозможным. Конечно, коммерческих и некоммерческих организаций, которые занимаются правовой поддержкой граждан или юридической консультацией, или адвокатских контор, очень много. В чем преимущество некоммерческой организации по поддержке граждан по правовым вопросам? Мне бы хотелось отметить то, что мы выходим за рамки общения и обсуждения индивидуальной ситуации. Мы говорим про то, что если есть определенная тенденция, то мы стараемся ее решить и не требуем взамен оплаты с человека, который пришел на наше мероприятие. В частности, мы проводили и будем проводить в рамках грантовой поддержки курсы грамотного потребителя. Проект называется «Право защитить права», где человек абсолютно добровольно участвует в наших мероприятиях, не оплачивая это. В свою очередь мы получаем обратную связь, запрос от населения, что его больше волнует, и готовы предложить дальше уже в рамках своей деятельности разные формы. Поэтому мы, этот проект был стартовый, после этого мы, понимая того, что есть определенный запрос, у нас есть, так скажем, рубрики, которые в интернет-сети, в социальных сетях мы ведем, на сайте своем, отвечаем на вопросы или предугадываем, отслеживаем новые формы мошеннических схем и в очень лаконичной форме доносим это для жителей или для наших, там, не знаю, друзей в социальных сетях и в группах. На грант президента из Югры было заявлено не более 10 проектов по правовой деятельности, но победителями стали одни – это герои нашей программы, чем они, конечно, очень гордятся и рады поделиться. Интересная ситуация, когда ты сам готовишь проект. Вот слово «написать проект» – это очень маленькое, короткое, ничего не значащее слово. Главное, чтобы проект был живой. И первое – это должно быть тебе самому интересно. Если ты это делаешь для кого-то или для того, чтобы получить какую-то финансовую поддержку, это провально. Мы с самого начала, когда только создалась общественная организация или Центр правовой поддержки, мы, конечно, предполагали, что будем принимать участие в различных конкурсах. Проект, который стал победителем президентского гранта «Право защитить права» – это вот про те курсы по защите прав потребителей, о которых я говорила, он включает в себя 6 семинаров, бесплатную юридическую консультацию для участников проекта. При необходимости оформления и написания правовых документов и большой блок – это информационная политика этого проекта. Мы будем в сети интернета, на своем сайте размещать очень полезную информацию по защите прав потребителей, так называемый уголок потребителя. На наш взгляд мы делаем очень большое и важное дело, потому что мы формируем уже культурную, предпринимательскую среду, так скажем. Потому что здесь же пролонгированный эффект. Не только грамотный потребитель, но еще же и обратная сторона медали – это уже мы регулируем вообще рыночные отношения. Но что говорить о губернаторском гранте, потому что мы тоже 3 дня назад узнали, что мы тоже стали победителем. Здесь уже другой у нас проект, он называется «Удачный форум». Это будет большое мероприятие для руководителей садоводческих и огороднических товарищей. Это большая больная тема, но, мне кажется, она решаема. Нас поддержала администрация города Сургута, нас поддержали наши партнеры. Это и телекомпания, некоммерческое партнерство «Форсайт». И поэтому мы большой командой будем проводить вот такое хорошее мероприятие. Грант 700 тысяч рублей. Дачи ведь наши перестали быть местом, где мы просто жарим шашлык и дышим воздухом. Практически это уже населенные пункты, там люди живут круглогодично. Конечно, нужна не только инфраструктура, чистые дороги, свет и вода, но и вообще люди, которые регулируют эти вопросы, а их нужно этому обучать. Проекты довольно молодые, как и сама организация, но судить об успехах и потребностях граждан в Центре правовой поддержки можно уже по отзывам людей, посещающих семинары или прибегнувших к помощи специалистов НКО. Сегодня в Югорский советник приходят уже не только со своими проблемами, но и просто узнать, когда еще будет обучение по той или иной правовой теме. Мы не стесняемся говорить о себе. Мы, кстати, заявились на конкурс «Точка отсчета» всероссийского масштаба, но тоже в ноябре должны подвести итоги, потому что умеем мы анализировать свою работу и показать ее и в цифрах, и в граммах, и в людях, и в достижениях. Считаем это очень важным. И знаете, какое понимание пришло? Раньше же казалось, что общественной работой можно заниматься дополнительно, как некое хобби, некоторое желание, некое такое желание чуть-чуть улучшить мир, что ли, или сделать доброе дело. То сегодня, ну, лично я глубоко уверена, что это очень важная работа, ну да, она должна быть абсолютно основной. Ей нельзя заниматься дополнительно, ей нельзя заниматься время от времени, между прочим. Это очень серьезный блок работы. Если так будут строиться другие организации, то, конечно, вот те задачи, про которые говорит президент, отдать общественным организациям большой блок социальной работы, он, конечно, будет. Те, кто работают в некоммерческих организациях, они мыслят по-другому, да, и они относятся к своей работе по-другому. И самое главное, целеполагание разное. Все-таки в коммерческой организации на первом месте стоит это прибыль. У нас прибыль исчисляется в количестве наших участников, в том, что знают они теперь о своих правах или не знают, об удовлетворенности нашей работы, да, и, ну, что немаловажно, об общественном признании нашей работы. Вот мы теперь ведь не только, например, вот, ну, актив общественной организации, те, которые там получают зарплату, которые не получают зарплату, но чувствуют себя командой. Еще семья же поддерживает, понимаете? Вот в чем прелесть-то общественной работы. Потому что, когда ты понимаешь, что не хватает сил, то, понятно, обращаешься к самым близким. Ну, и прям получаешь поддержку и гордишься прям тем, что все хорошо-то такое большое и важное дело делаешь. Субтитры создавал DimaTorzok